Ассаламу алейкум, кокбор орпақтары! Ассаламу алейкум, Казақ елім! Осы бүгін көй обысырай денді. Ерғали осы кокбор орпақтардып, сен бізге айтасын, ол не деген, қайдан шыққан деген осы сөздерді. Бүгін осы жайлы сіздерге айтып берейін деген. Ал енді баяғыда біздің ата-бабаларымыздан кележатқан ертек көй, баяғыда ертек тет енді. Ол енді бізде ауылда айтатында, ақсақалдарымыз. Осы кезінде дейді, бізге жау деген қаптаған қой осы. Жау қаптағанда осы біздің олы даламызда, сонда қазақ деген түгіл қырып тастаған қой сонда жау келіп. Сонда бір бала қалған дейді. Сәби бала енді. Бір әйел, сонда анасы қой енді шешесі. Оны со баланы осы қазаның асына тұқып тастаған со баланы. Қазаның асына тұқып тастаған аман қалсын деп. Сонда ұрпаға сақтайын деп. Сонда анасы солай қазаның асына оны тұқып, солай қалдырып тастаған көсе баласын. Ал енді жау келіп, сон бәрін жойғанға қырған анасында аны баланың сәбейдіңді өлтіріп тастаған. Енді сонда осы баланы қасқыр тау болады әкен. Сон қазаның асынан. Сон қасқыр тау болады әкен. Сон қазаның баланың бауырына басып, қасқыр. Сон өзін сүтімен асырап. Бізді қазақты, қазақты деген ұлтымызды солай бауырынан басып, қасқыр бізді құтқарып алған кезінде. Сонда енді ертек келі жатыр баяғдан, ата-бабыларымыздан енді естің бар енді. Енді сендерге айтайын деген. Қасқыр деген өті қасиетті өті қасиетті өті көптем қасқырдан. Сонды бізге, қазақтарға, ұлтымызға, қысайтын недері өті көптем. Сонды бізге, өті көптем. Сонды бізге, өті көптем. Ол тек қана өзінің ембегімен тауып, өзінің жемісің ембегімен тауып, солысын мусульман сияқты бауыздап жейді қасқырды. Қасқыр ол енді мусульман сияқты бауыздап жейді кен. Қалай біз сонды қасқырларды баяғдай бізді атабауларымыз өте сейлаған. Қазыр ғой енді қазыр замандай енді көріпатырмыз аңдай сінеға қотпен, мала калиберіній винтовкамен, вертолетпен де талайын өлтірбатыр тек қана осы жайдан жай өзінші 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 құртой көрсет үшін тек қана соны солай ғана өлтірбатыр енді қасқырларды. Бұл баяғда бізді атабауларымыз еш қашан қасқырды жайдан жай өлтірмеген силаған. Если будут определять любые люди, то сейчас они будут угроза. Например, у них будет угроза человеку. Сейчас они будут угрозы. Сейчас будут угрозы, утром они будут угрозы. Деньги будут угрозы. Сейчас мы присоединяем их угрозы. Но я иду, 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 иду. Бауздап жеген екен. Тек кана сондай өмір сүрген қасқыр. Баяғда олы далада. Ал біздің қазағымызды енді ұлтымызды қараңыздар. Баяғда біз бізді солай қасқырсеқті өмір сүргіміз. Бізді осы жылқы болсын, кой болсын. Бізді соны соны қасында жүріп, жәйлі оға шығып, сонарын қасында жүріп, таза, осы қалялына осы таза солай тамағын жегееміз. Гөрттірсін ұра, е қалай сонда бізді сонда қазақ ұлтымыз қасқырға құсайтын. Сонда сонсын сендерге айтан қасқыр деген еш қашан қасқырды сен ұйт қылалмайсын. Қандай болса да е өліп қалады. ұйт болмайды қасқыр. Ол осы неге сепке отырғызып, қасқырды солай ұйт қылам десен болмайды. Ол өл қалады. Сонда алла тағалас, солай шығарған ғой осы табиғатты. Көріңіздер ме? Сосын кебірудер қазір бізде ұйтт қалады. Сеңсер білді пауалас, Өтері ұйт қалады. Менің, қасқыры сам ұйттен қалады. анау адам маймолдан та шықты деп солай бізді басымызды қатырып айтатын да ол ондайға енді сен бендер алла тағала біргүнде шығарған қасқырды да иітті да адамды да бәрін енді біргүнде шығарған санды осы жануарларды айтам осы жердеге енді сосын енді айтайын деген осы қасқыр сонды текті сонды текті олы біз қазақ бізді сонды текті қалық болғамыз кезінде біз еш кімге аралыспаймызды біз өзіміз қазақ тек қына осы қазырда осы заманда е бізің өкінішке орай дем осы қыздар басқа ұлттарға шығып осы китайстарға осы ғашаларына қызғанып осы басқа жерге барып сон солардыз деп баяғыда біздің қазақ деген қыздарымыз болсын ұлттымыз болсын е бізді тек қына сонды қасқырсеқ текті болған еш кімге аралыспайтынды тек қана өзің қанын сақтап өзің сондай басқа қасиеттелерін бәрін осындай немен адал жұмыс жасап солай қасқырсеқті жүрген қасы сондықтан біздің ата оларымыз баяғыда осы қасқырды силайтынды сондай қасиетті ол сондай қайвандып осын қазір бізге енді айтадығы кебілдер осы қасқыр мультфильм кино қазір бәрі шар батыр ол бізге жас кезімізден үйретет қасқыр сондай жаман қайван анау бәрін түгіл жи берет ананы жи берет жи берет сондай бір қасқырды бандит тұп сондай неге сондай атақ оға жапыстыр батырды мен олем ол бәрі қате ол дұрыс өмес негіз қасқыр деген өтті сондай ол таза сондай сондай батыр сондай текті сосын сондай бостандықты жақсы көрі өтін біздің қазақ секті сондай өзі алда тағала сондай жарытқан оны бізді қазақпыз енді біз қазақ деген осы бізге тек қана осы бізді дә осы мен олем осы бостандықты жақсы көріміз ахиқатты жақсы көріміз Я вижу, что мы, которые... ...выщества, которые... ...выщества и безлогие ты. Я вижу... Осы кашкирды байағдан бізден атабалланымсыз. Осы туына, соны, кашкирдан басын, өлген кой бізден туымыз, уран болғамыз бізден сонда, кашкир. Енді, қазырда сол, сонымен сіздерге айтам, қасқырды солай, жайдан жай, өлтірмендер, қырмандар, сила бұрык сонда, сонда ол енді бізден көкбөр, көкбөр деген, сонда шыққан біз, көкбөр нұрпақтардып, содан шыққан. Солай бізді қасқыр баяғда осы беліне, осы бауырна бізге салып, бізді осы аман күтқарып қалған, осы қасқырдың арқасынан дейм. Енді, сегонды я хотел расқазай жаңаш, дұрызия маи, өт яғару жаңседа, көкбөр ұрпақтардып, көкбөр это переводится, что мы потомки волков, что откуда берется эта легенда, да. То есть я знаю, что с поклон веков, значит, от поколения, с поколения передавалась, это легенда о том, что казахи произошли от волков. Но я вам расскажу, что когда напал на нас враг, свое время, да, напал враг, и тогда была женщина, казашка, да, и она вот своего ребенка спрятала под казан. Под казан спрятала, и сама, значит, погибла. И вот так вот было убито, полностью истреблено племя казахов. То есть на великой степи не осталось ни одного казаха, кроме вот этого ребенка, которого мать спрятала под казаном. И вот этот мальчик, его нашла волчица, и эта волчица вырастила его, вскормила его своим молоком. И вот этот вот парень был и родоначальником, значит, всех нас казахов. То есть и ему от волков, значит, вот и поэтому он рос среди волков, и поэтому у него и в крови вот это вот волчьи, вот эти вот повадки, значит, волчьи такие, как сказать, волчьи вот мнез, мнеза, как это по-русски, повадки, да, еще как она. Ну вот, короче, волчий вот это вот, он вырос вот как среди волков, и он был как волк. То есть он, волки, например, никогда, вот нас вот, например, с советских времен всегда учили в школе, что волк, это вот он там все ловит подряд, все ест, что увидит, волк, это, значит, бандит, то есть все это вранье советское обратно же, все это и искривление правды. Волк, например, да, это самое благородное, я считаю, животное. Волк никогда, например, из волка вы никогда не сделаете собаку. Например, если волка будете даже с него снимать, даже шкуру он никогда не будет скулить, то он никогда не будет скулить, понимаете? Это вот Аллах так создал волков, что он вот такой вот он, понимаете? И он потом свободолюбивый волк, то есть никогда из волка вы не сделаете собаку. Хотя ученые нас же учат, говорят, что вот волки, типа там, вот они произошли там от волков наши, вот эти дворняшки собаки, да, то есть не верьте, то есть в священных книгах говорится о том, что Бог создал все это за один день. Ну, там, уточнить вы можете, там некоторые говорят, там три дня, некоторые там еще сколько-то дней, но факт то, что они были созданы не друг от друга. То есть также нас учили, что мы произошли от обезьян, то есть все это сейчас наука это все опровергает. Сейчас наука наоборот доказывает, что мы, что существует Бог, что есть Всевышний разум, что есть Аллах, Бог, это все едино. Поэтому казахи всегда почитали волков, уважали волков. Они никогда волков не убивали просто так, когда они жили в степи, то есть образ жизни волка и образ жизни наших предков в великой степи, да, она была схожа, потому что так же как волки, например, казахи, да, жили вокруг стада, например, там лошадей, да, вот наши предки всегда вот пасли лошадей, там на зимовье выгоняли, там на летник выгоняли, да, и всегда они ходили вот возле этих лошадей, диких лошадей, да, а потом уже они их приучали потихоньку. Так же и волки, волки тоже так же они, вот всегда они ходили вокруг там сайгаков, либо там оленей, то есть у каждого волка была своя территория, у каждой стаи, да, и вот они жили всегда волки стаи, так же как казахи, и они вот так вот, значит, жили вокруг вот, и считали это стадо ихним, то есть как свое, то есть били за это, ни других, других, значит, волков они не подпускали, поэтому волки, образ жизни волков и образ жизни наших предков казахов, он схож, понимаете, он похожий, и поэтому наши великие предки всегда брали пример с волков, например, волки, он, волк никогда, он, например, не ел падаль, он никогда не будет кушать, например, там, если его даже, некоторые волки, если даже вот будет кушать, вот, Если падаль, либо там протухшее мясо, то он умирает. То есть Аллах его так создал, волка, что он не сможет прожить. То есть его организм отвергает вот это вот. То есть она, волки всегда догоняли, например, любого там олень будь или там сайгак, да. И они вот так же, вот как мы мусульмане, пускаем кровь же, и они так же, волки всегда пускали кровь. То есть баузаган, как мы говорим. То есть резали как положено, да. Потом я еще хотел вам сказать, что волки, например, да, они в отличие от собак, они никогда не лают, не тявкают. То есть у них такой благородный, знаете, такой нрав у них, да. И потом волки, когда вот они ночью воют на луну, да, то есть многие не понимают, что это такое. А вот в священных книгах у нас у мусульман, да, написано, что волки, когда воют на луну, это они делают азан. То есть это своего рода как бы намаз, то есть напоминание нам и другим всем жителям вот той местности, где воет волк, о том, что существует Аллах. Что он напоминает, что есть Всевышний Аллах. Понимаете, какой он благородный волк. То есть так же и у нас пророк Мухаммед, саллаллаху алейкум ассалям, да, он ночами, вот, например, он не спал, как мы, например, ночами, да. То есть режим у пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум ассалям, был так же, как у волка. Он ночью не спал, он всю ночь читал намаз, понимаете. То есть он поклонялся Всевышнему Аллаху, а потом он спал уже после, как солнце всходило, и вот он там два часа спал после этого. То есть и так же волк, и волк тоже так же, он спит только днем, а ночью он выходит, то есть вот напоминает о Всевышнем Аллахе. И когда вот наши предки казахи, да, передавалось нам от потомков наших дедов, да, прадедов, они говорили, что когда в степи они слышали волчий вой, да, волчий вой, да, тогда они сразу говорили, о, касхару лаватр, ну, то есть волк воет, и надо читать намаз. То есть те мусульмане, которые верили в Аллаха по-настоящему, да, когда, и поэтому и сейчас, когда вы, если вы услышите волчий вой, то нужно читать намаз. То есть это своего рода напоминание о том, что есть великий Аллах, и волки, они напоминают нам своим воем. Поэтому надо беречь волков, волки не зря же говорят, они санитары леса, то есть волки это очень благородные, и поэтому нельзя их, вот как сегодня, вот истребляют ради того, чтобы удовлетворить свое вот это ненасытное, поганное вот это эго, да, особенно вот сейчас вот богачи вот эти выезжают на волчью охоту с вертолета, стреляют этих волков, да, то есть зимой гоняют их на этих снегоходах, которые там могут везде пройти, да, поэтому я считаю, что это подло относиться вот так к волкам, потому что волки, я вам еще раз повторю, это очень благородные животные. Поэтому у казахов и живет вот эта традиция, что мы потомки этих благородных волков, потому что они, если бы не волки, то казахов бы не было вообще на земле, потому что волк вот вырастил вот того последнего казаха, да, который остался на земле, и волк его вырастил, выкормил, и в его, в крови у казаха эти волчьи, значит, его характер, его вот это вот, то есть это мы не должны терять, то есть это мы должны передавать с поколения в поколение. То есть с вами был Ергали, пишите комментарии, пишите, ставьте лайки, а я, значит, с вами прощаюсь до следующего видео, не забудьте нажать колокольчик, и поэтому мы потомки Всевышних волков, мы должны волков благодарить за то, что мы остались на этой земле, за то, что, ну, обратно все это по воле Всевышнего Аллаха, поэтому берегите волков. Салам алейкум, рахметуллахи, ва баракату. Салам алейкум, рахметуллахи, ва баракату.